приветствую дорогие друзья сегодня ну вчера мы вчера я приехал сюда в минск непосредственно для встречи с анатолий эдуардовичем чтобы задать вопросы вчера мы это снимали и сегодня я бы сказал такая удача у нас сегодня здесь в гостях не у нас а у анатолий эдуардович а человек который является последователем аль шулера по теории решения изобретательских задач и я бы попросил сейчас анатолий дарыча чтобы он представил этого человека да и мы сегодня проведем такую беседу в дружеской обстановке и вообще побеседуем на тему струнного транспорта да сегодня у нас в гостях михаил орлов это мой старый друг мы знакомы уже больше 20 лет он живет сейчас германии в берлине он дважды доктор технических наук и он развивает теорию решения изобретательских задач и продвинуться в этом ну далеко вперед дальше чем аль шулю так скажем потому что у нее есть у нее свои специфические еще там особенности которые развивают эту теорию я тоже использую эту теорию но я пришел не сам а михаил учит как изобретать да и он написал много книг в этой области и в том числе анализирует в этих книгах с точки зрения три за теорию решения задач как вот я пришел к идее струнного транспорта и космического транспорта общепланетно-транспортного средства и это тоже помогает нам в работе потому что вот его видение того как мы решили вот я решил изобретательской задачи как бы дает мне уверенность что я все сделал правильно и это дает уверенности нашим акционерам потому что не все верят техническую состоятельность проекта я думаю об этом скажет михаил с удовольствием во первых я рад вас всех приветствовать накануне такого выдающегося праздника дня победы я приехал в минск именно побывать своем родном городе в эти дни и очень рад что смог увидеть тебя здесь и коллегу здесь вот и ответить на ваши вопросы ну или вот прокомментировать как-то мое мнение странных скажем так вообще вот системах странной технологии у меня опубликовано в россии за последние восемь лет пять книг 5 монографии там целая монография ну фактически они все да один это справочник а в четырех в каждой книге есть струнная система в каждой книге дальше книги мои переведенные вышли в сша в нью-йорке две книги в нескольких изданиях юницкий струнные системы обязательно в каждой книге дальше просто потому что мы дружим нет ну разумеется это я отдельно сейчас скажу книги вышли в германии и в китае вот частично я в корее показывал все это что действительно важно я рассматриваю такие или такое вот изобретение анатолия эдуардовича как абсолютно уникальное единственное в своей возможности так техническое решение для особенных транспортных систем высоко скоростных так высочайшей степени безопасных очень экономически разумных экологически рациональных то есть здесь сходится очень много выдающихся я бы даже сказал социальных позитивных идей я не буду касаться деталей технических но скажу что с точки зрения теории решения изобретательских задач вот ключевые модели которые лежат вот концепции сначала будем говорить о наземных транспортных системах они действительно с одной стороны просты с другой стороны уникальны в сочетании и очень эффективны вот смотрите мы все бегаем по земле ну условно 2d в плоскости так хотя системы монорельсовые другие поднятые над землей были известны но там начинаются другие проблемы другие вес надежность до деформации и так далее струнная система создает уникальную единственную такую техническую нишу который повторить нельзя вот она достигла определенного пика предела техники пик технического вот такого развития удивительное явление и техническое преимущество вот этих систем становится радикальным очень явно отрывающимся от других систем маглив к сожалению опоздал родиться вот к сожалению хотя и китай и германия мы даже не будем это сейчас обсуждать и проблемы безопасности проблемы ровности пути проблемы появление на вообще на путевой структуре малейшего камешка не говоря уже нет я хотел сказать не говоря снеге или наледи это ну пока не устранимо и это никак не по 3s гонять перед допустим скоростным транспортом еще чистящую систему это просто не не по 3s это неправильно это невозможно вот поэтому с точки зрения 3s вот даже в транспортных системах реализуются в комплексе важные правильные эффективные креативные концепции вот это очень важно космический транспорт я сейчас не буду трогать но когда я смотрю что маг миллиардер маг пытается построить там значит такую дугу летающую между сан-франциско и лос-анджелесом конечно это все интересно вакуумная труба прекрасно но мы на на струнные системы вакуум тоже можем поставить это не надо и она будет летать с известной скоростью так но это все будет стоить поэтому всякий транспорт должен иметь свою нишу нормальную нишу это та ниша которую мы можем занять вот в этом нашем творческом и сегодня можем говорить бизнес-сотружестве она ниша огромная огромная перспектива вот это вот что касается креативного контента эффективности безопасности здесь все это присутствует ну вот это пока вот в этой части михаил александрович да а как давно вообще знакомы вот с разработкой со самим струнным транспортом да и вот такой еще вопрос когда вы начали вот в этом разбираться не было ли у вас каких-то противоречий да там в технических решениях и что повлекло четкое понимание того что этот проект полностью реализуем с технической стороны смотрите во первых здесь один очень важный момент каждый из нас работает своей профессиональной сфере если я рассматриваю расчеты как и модели которые делали здесь и делались еще в такое время когда о скажем коммерциализации и речи быть не могло мы жили все в советской структуре мы делали это на благо общества на благо скажем так цивилизации громко выражаясь мы делали это потому что мы как инженеры как специалисты шли к какому-то новому совершенству шли к новым техническим достижениям которые переходят на социальную сферу позволяют объединить регионы и народы и создать новые экологические концепции ведь вот нельзя забывать и то что дальше мы все вынуждены были где-то уже после 90-х начать это дело рассматривать как наш бизнес что тоже нормально так вот то надо не забывать что мы начинали с чистых инженерных решений чистых инженерных концепций и там придраться не к чему хотя и те времена говорят были спекулянты но это не на не к нам мы не знаем мы работаем и создаем то что вот мы уже создали я хочу сказать анатолий эдуардович я то лицом сам только так специалист по системному анализу я просто изучаем популяризация популя это уже отдельно да самое главное системный анализ системном анализе относительно изобретений вот анатолий эдуардович у меня противоречий нет и не было я их видел изнутри эти технические решения инженерное решение покажите мне систему в которой не не надо так инженерное решение совершенствовать причем совершенствовать постоянно весь жизненный цикл любой системы раз второе в новых поколениях этих же систем два и в нахождении новых еще каких-то решений это уже три это потом но сначала надо все это реализовать поставить и дальше совершенствовать совершенствовать будут будут всегда какие-то нюансы но концепция настолько сильную что вообще сомнений в ее эффективности в реализуемости их нет а остальные сомнения то финансовые сомнения финансы нужны потому и инвестиции сомнения это дело времени без наличия денег и финансы естественно не сделать сегодня это так а технически уже за столько лет проработки макетирования в этом экспериментальной участке которые были здесь вообще вопроса нет вопроса нет а то что есть трудности ну скажем public relations и прочее это классика это классика это сложности восхождение в практику решений которые новые причем не просто новые принципиально принципиально новые мало того они попадают сразу в конкуренцию так с очень мощным традиционным уже отработано что ли поле колоссальная индустрия попробуйте конкурировать и он все равно движется и дойдет это очень важно сделаем михаил александрович а еще такой вопрос как вы думаете при нашей успешной реализации насколько лет вообще вот эта технология придет в мир коллеги это вопрос главному конструктору во первых и вот ваши ваши видения я не вижу препятствий каких-то в течение месяц и годы это не 20 лет и не 50 лет это должно быть не может насколько спрашивают насколько придет железнодороги уже на сколько да то что железнодороги 180 лет а в этом смысле 110 лет ну вы крепкий парень и сидите крепко навсегда ответ понятен да с точки зрения техники нет еще лучше с точки зрения эволюции технических систем вот это решение на очень большую перспективу на необозримую на сотни лет альтернативы то нет ведь если мы берем железнодороги с точки зрения законов физики они же через 100 лет будут законами естественно и физики и потребностей социальных организационных региональных так транспортных транспорт интернет есть но транспорт никто не отменил так поэтому речь идет о ниши которая сегодня занимается тяжелым железнодорожным транспортом возможно что он частично где-то и останется ради бога пусть он будет ведь патриз опять таки патриз очень четко есть концепт это со существования альтернативных систем ну сегодня смотрите у вас бегают атомные ледоколы и бегают парусники правильно они есть есть много чего такого есть от мобильной лошади да есть прекрасно точно так же здесь вопрос в том какую область покроют вот такого сорта линии железная дорога в принципе не может покрыть такие территории связать по всем причинам которые известны нам в отличие от струнных систем струнные системы не имеют ограничений никаких вообще никаких там принципиально а никаких то есть это как интернет вот интернет когда-то тоже может смеялись да не так давно-то лет 25-30 назад его не знали да то же самое здесь происходит сегодня пока железнодороги да ну замечательно пусть они будут пусть они возят там транспорт там да тяжелые какие-то вещи ради бога и то это вопрос еще баланса вот среднемагистральные самолеты а зачем они нужны ну это мое мнение может я хотя это мнение связано конечно с оценкой вот с анализом таким поэтому струнные системы первое на необозримую перспективу в эволюционном плане они обязательны они придут это естественное развитие систем ну скажем так с колесной парой назовем рельс и колесо то есть эта пара как ни странно вот получила абсолютно новое понимание новое ну что ли перспективу жить это замечательно это удивительно что вот в рабочем органе вот в этом так сосредоточивается все преимущества этой системы у меня в книге все это написано особенно в последней маленькой вот там это есть так что это тот случай где мы имеем плюс 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 кстати не все знают что поэтому я хочу это сказать что по эффективности колесо остальное колесо и стальной рельс эффективнее магнитной подушкой это не все знают вот вам специалист говорит я даже могу цифру назвать вот сделали транспорт симис да ну да они не говорят о коэффициенте полезного действия вот если учесть все потери начиная от электростанции и кончая магнитной подушкой и линейным это двигателем когда вот такой зазор там столько потери и потери коэффициент полезного действия это 15 процентов энергетически ну тоже неплохо 15 процентов а тебе смотрите колесо станок 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 колесо имеет кпд 99,9 процента это очень невероятно почему потому что килограммом усилия можно тонну двигать катить да ну в общем да а разница давайте возьмем разницу если от 100 процентов отнять 15 процентов получается 85 ну да а если от 100 отнять 99 и 9 десятых будет одна десятая если мы 85 разделим на 0 десятую разница будет 850 раз то есть стальное колесо эффективнее магнитной подушки сотни раз никогда говорят что будущее светлое будущее за магнитной подушкой за монтопланами за экранопланами там и кранолетами это это не так это не так конечно они менее эффективны системы это не разрешу такие вот подушка кто оказался развития у меня в ресурсе у меня во всех книгах описаны экрана планах и другие система input то за подушку на воздушке ещё не away чем магнитов похож на ещё 1 тык экран о планах совсем не для этого не в другом месте до другой назначения великолепная техника но она не может конкурировать с этим это hidro Поэтому очень интересно, я помню эти цифры, довольно интересное сравнение, и я присоединяюсь к этим оценкам, они корректные, все здесь нормально. Я ответил на ваш вопрос. Ответили, благодарю. У меня еще такой один вопрос. Вчера мы затрагивали тему псевдо-специалистов, объясню, с Анатолием Эдуардовичем. Сейчас в интернете очень много всяких комментариев, отзывов, что это нереально, что это все как-то... Юнецкий знает физики седьмого класса, надернул бы веревочку дома и понял бы что-то полное. Да, попробуйте вот так, да это не получится, да тут взлетит, да тут улетит, да тут еще... Замечательно. Вот вопрос-то мой в чем? Вот спрашиваю вас как специалиста, могут ли наши акционеры, партнеры и те люди, которые сейчас смотрят на эту технологию, чтобы стать акционером, а те люди, которые приобретают уверенность в этом, быть вообще спокойны за ее техническую реализацию? Ну, хорошо, вопрос ваш понятен, так? Я думаю, что акционеры, вообще вот очень... Я думаю, что акционеры, приходящие сюда, это люди все-таки интересующиеся новинками, инновациями, увлекающиеся, увлеченные. Вот, я думаю, что для всех акционеров было бы интересно все-таки, я сейчас не готов назвать какие именно, но почитать историю некоторых выдающихся мировых инноваций. Там же люди тоже инвестировали, они приходили и, ну скажем так, рисковали. Вот, я думаю, во-первых, я на это ответил уже. Да. Потому что то, что я рассказал о том, вот, что я вижу внутри этой системы, как бы... Техническую состоятельность, безупречность... А состоятельность-то я вообще не говорю. Не, техническую состоятельность. Даже несерьезно. Техническую... Как раз критики говорят, что она не состоятельная техническая... Коллеги, вот тут есть одна тонкость. Мы и вы, я не знаю, как вы, я давно уже не обращаю внимания на тролли. Их сколько угодно, понимаете, в интернете. По очень разным мотивам люди начинают троллить все, что угодно. Если мы с вами будем об этом говорить, то мне жалко моего времени. И вашего после этого. Если мы говорим об акционерах, просто нормальных, серьезных людях, которые вкладываются, которые хотят заработать, да, то я могу только сказать, я 20 лет, 20 лет работаю, как бы здесь присутствую, интересуюсь, наблюдаю. Да, мне тоже писали. Но я ответил всем. Но мне писали специалисты. Они пытались как-то это осмыслить, сравнить. Больше мне уже не пишут, я все написал. Сказал, коллеги, почитайте, посчитайте, посмотрите, что написано, сравните. Поэтому я считаю, что здесь и речи быть не может о технических каких-то, ну простите, что я так скажу, мыльных пузырях или еще это абсурд. Это нормальная контрпропаганда какая-то, вот такая нехорошая. То есть этого тоже нельзя исключать. Нельзя исключать. Что такая может быть какая-то встречная, нечистоплотная борьба против конкуренции. Недобросовестная конкуренция. Да, недобросовестная конкуренция, а ее полно. И на своей практике я тоже знаю хорошо. Я не думаю, что стоит больше уделять внимание этому вопросу. Просто не нужно. Работать надо. И строить. И построить. Не сомневаясь. Благодарю вас за ответ. Спасибо и вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!